Добрый день! Доброе утро всем, кто встречает его вместе с нами! Ребята, поздоровайтесь! Привет! Две недели самая реляция пролетели, не успели мы и глаз заморгнуть. Развлекаем себя и вас, друзья, как можем. Мы ищем интересные новости, готовим для вас полезные советы и, конечно же, делаем крутые онлайн-обзоры. Иногда мне кажется, что идеи иссякнут и нечего будет рассказывать. Но наступает новый день, а вместе с ним и новые события, которые не перестают меня удивлять. Саня, ты уже матерый корреспондент ТВ-21. Скажи, тебя можно еще чем-то удивить? Или ты уже все видел, все пробовал и все знаешь? Матерый! Матерый, да! Матерый! Так, ну-ка, цыц, все остальные. Ну-ка, решетки не хватает. Болотной! Болотной корреспондент! Посмотрите на него! Бонцы-то! Я здесь ручкой нарисую еще год рождения. Холя! Напишем, Нисаня, а Холя. Холя. Ну так что, еще и шеф-редактора новостей, а не шеф-редактора утра. А все, вопрос закрыт. Во-все, ты теперь на ванке, Ириана. Диана, а как ты думаешь, после степи ситуации самоизоляции люди не потеряют способность удивляться тому, что в мире происходит? Я думаю, конечно, не потеряют. Наоборот, приобретут. Отлично. Ваня, а какое сильное удивление у тебя было сегодня с утра? Сильное удивление у меня... Я вчера с вечера запустил стиральную машинку, проснулся и понял, что она сломалась. Вот, теперь я не знаю, что делать. А что ты волнуешься, Ваня? Мастерские работают, между прочим. Это я как шеф-редактор говорю. Да, только я вообще не знаю ни одной мастерской по стиральной машинке. Их нету почему-то. Ищущий найдет. Сейчас мы закончим писать выпуск, и Ваня пойдет носочки в тазике стирать по старинке. Вот, хотела бы я на это посмотреть. Ой, слушай, я вообще жить и жил, я только так и делал. Я долго так и делал, между прочим. Ладно, давайте узнаем... Ладно, давайте узнаем, чем Лиана сегодня удивила своего мужа с утра. Было такое, Лиан? Ой, Юль, удивила, за что хочу тебе сказать большое спасибо. Потому что я решила опробовать сделать себе масочку из желтка и туалетной бумаги. Так он проснулся в самый неподходящий момент и застал меня за этим занятием. Скажите, девочки, это должно оставаться нашим женским секретом. Ради бога, клейте себе туалетную бумагу, закрывшись в ванной и наклеившись. Что ж, мы продолжаем удивляться, а я, как страшу времени, напоминаю вам, что сегодня четверг, 16 апреля. И вот, что нас ждет сегодня в выпуске. Собаки, кошки и еноты. Кто из братьев наших меньших сейчас нуждается в помощи? Расскажет наш шеф-редактор Лиана Китарян. Бесплатные путешествия в период самоизоляции. Иван Герасимов расскажет, где можно побывать, не выходя из дома. Покоритель снежных просторов и ветра. Наш сегодняшний гость, мастер спорта по парусному спорту, Фарид Арсланов. И русские, грузины или британцы, чтобы посмотреть, пока мы все дома. Итак, за окном мокро и слякотно, а дома светло и тепло. Продолжаем наш необычный прогноз погоды. И снова Диане. Диана, чем удивишь нас сегодня? А удивлю я тем, что расскажу про погоду в Мурманске. Значит, смотрела я сегодня в окно и наблюдала зрелище. Мужчина, с дома напротив, в шапке, высунулся в окно и жадно-жадно вдыхал свежий воздух. У него были такие грустные глаза. Так что я решила, что специально для тех, кто соскучился по прогулкам по улице, погода в Мурманске. Итак, нам обещают от минус одного до двух градусов тепла и небольшие осадки. В общем, можно высовываться из окна без шапки, но с зонтиком. Отлично. Диана, спасибо. Слушайте, я рекомендую всем одеваться по погоде не только на улице, но и дома. Ну а мы переходим к интересным новостям и событиям нашего города. И я передаю слово шеф-редактору «Утро» Ляне. Ляночка. Приветики. Я сегодня при представлении новостей вдохновлялась своим лапочкой-мурлыкой. Чайник. Он позорвался и может уходить. Я собрала все интересное, что связано с усатыми, полосатыми и хвостатыми. Прежде всего, на днях кировский сноубордист поднялся на гору Кукисвумчор вместе с табакой. Сам он спустился, а пес испугался и остался на вершине. Но собаке повезло. Его из своего окна заметил кировчанин и написал об этом в группу ВКонтакте «Хибинский бродяга». Благодаря этому спасатели поднялись на гору и спасли пса. Ему очень повезло. Четвероногий цел, но он, конечно же, очень сильно испугался, замерз. Его доставили к ветеринару и сейчас с ним уже все в порядке. От собачек переходим к енотам. Шесть полосатых малышей живут в одном из мурманских центров. Из-за пандемии их теперь никто не навещает. Эти полосатые воришки скучают без человеческого внимания. Но сходить к ним в гости нельзя, но при этом их можно покормить онлайн. Заходите в группу ВКонтакте, выбираете енотика, вкусняшку для него. Дальше следуете инструкции. И в итоге сделано доброе дело, енотик накормлен, ну а вам предоставят об этом фотоотчет. А еще, помните, на днях мы обсуждали, что только у Саши нет домашнего питомца? Да, помню. Так вот, Саня, у тебя теперь появился шанс завести чудесного котика. Точнее, может быть не у тебя, а у наших зрителей, кто будет быстрее всех. Знакомьтесь, это рыжая красотка по кличке Санни. Ее недавно нашли в Кельдинстрое в сугробе. Малышку уже обогрели, обработали от паразитов, скоро стерилизуют. И она будет готова ехать домой. Девочка очень ласковая, очень милая и добрая. Если вам понравилась Санни, то, пожалуйста, звоните куратору Лизе. Ее номер телефона вы сейчас видите внизу экрана. Вот такие у нас сегодня добрые новости. Отлично, Леана, спасибо. В мире столько интересных, невероятных историй отношений людей и животных. Ваня, скажи, пожалуйста, а ты спасал когда-нибудь животное? Или наоборот, оно тебя спасало? Мне понравилось скорее, наоборот, наоборот. Что же это в пути? Я когда делал один раз сюжет про кинологов, и вот я был в качестве жертвы, и меня искали собаки среди сугробов, развалин. Это было очень интересно, когда ты лежишь... А, не найдут, не найдут. И тут... В общем, это было круто. На этом я закончу, передаю слово другому. Вопрос к Сане. Саня, если бы ты решился завести питомца, кого бы ты завел? Воробья! 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 Вот, сто процентов, потому что... Зачем мне это надо, бегать по квартире и ловить? Завиди черепаху, и ты будешь быстрее, чем она. Воробь! Но она меня переживет, это проблема. Да, улитка! Слушай, улитка! Ладно, все нормально. Леонид, спасибо за подборку новостей, обожаю твои новости. Ну, а мы двигаемся дальше. Всем привет! Шла третья неделя самоизоляции. Листая ленту новостей, я не перестаю удивляться тому, что вытворяют люди, кто во что гораст. Леона, что из последнего в твоей ленте удивило тебя, поразило больше всего? Юль, меня вообще поражают все эти люди, которые целыми днями делают планку, бёрпи, приветствие солнцу, кучу каких-то занятий. Они уже прочитали кучу книг, вообще научились играть на гитаре, на укулеле, выучили испанский. Ребята, как вы это делаете? Одна я, что ли, отдыхаю? Нет, нет, Леона, я тоже, я с тобой. И я отраслами. Наши утром самые честные журналисты. Ура, ленимся. Меня поражают интернет-челленджи, которые запускают люди. И вот один из них. Так на просторах интернета всё большую популярность приобретает флешмоб под названием Pillow Challenge. Люди примеряют подушку в качестве наряда. Наряжаются девушки, наряжают своих дочек. И знаете, что ещё интересное? То, что в этом флешмобе участвуют и мужчины, и собаки. Вы только вот посмотрите на эти фотографии. Мы идём ровно по курсу, и вот что нас ждёт дальше. Зоопарки, музеи и достопримечательности телепортируемся из дома куда угодно. Концерт, пятнашки или документалка мы советуем, а вы выбираете. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. В гостях у нашего утра председатель Федерации парусного спорта Фарид Арсланов. Валюта, как и погода, сейчас обрела совсем другой смысл. И что же нас ожидает в этот раз? Необычный курс на гречку и имбирь? Или может быть что-то иное? Диана, расскажи. Итак, лимонная гречка, туалетная бумага. Все эти товары сейчас безумно популярны. И неудивительно, что цены на них увеличиваются. Так вот, а я подумала, а что если схитрить и попробовать найти альтернативу? Итак, за килограмм лайма в среднем придется выложить 292 рубля. За упаковку риса 52. И, конечно, свежая газетка обойдется всего-то в 12 рубликов. Друзья, на очереди у нас рубрика полезных советов. И когда ваши идеи иссякли на помощь, приходим мы, а точнее он, суперкорреспондент ТВ-21 Иван Герасимов. Чем же ты нас удивишь сегодня? А я сегодня расскажу про то, что вот благодаря самоизоляции в интернете сейчас появились столько бесплатных ресурсов, которыми в обычный день мало кто пользовался, потому что, ну, надо было платить деньги. И даже появилось что-то новенькое. Например, теперь каждый желающий может виртуально оказаться в Смитсоновском или Хьюстонском национальных зоопарках, совершить виртуальную прогулку и понаблюдать за животными. Сейчас я вам не могу это показать, потому что в данный момент там ночь. Вот, попозже немножко можете увидеть. А также можно посетить Калифорнийский океанариум и порелаксировать, глядя на коралловые рифы. Это в любое время практически. Вот, идем дальше. Бесплатные виртуальные экскурсии предоставляют различные музеи. Теперь абсолютно бесплатно вы можете прогуляться по Ватикану или Севсинской капелле. А также вы сможете погрузиться в пятичасовой фильм-экскурсии по Эрмитажу, который был снят на iPhone 11 одним кадром на полный царят батареи за один раз. Вот так. Ну и для любителей путешествий, кто насторгирует по тем местам, где кто-то был или хотел отправиться, можно подключиться к онлайн-камерам и очиститься, например, у Эфелевой башни, на Таймс-свэре, на пляже острова Аруба. Там прям сейчас тоже темно, ничего не видно, попозже немножко. Или, например, на Гавайском пляже. Смотрите, какая красота! Кайф! Ой, слушайте, учеба, полезняшки, какие-то тренировки, путешествовать онлайн пора. Вот что нам пора всем делать. Саша, ты пробовал уже что-то из виртуального путешествия? Нет еще, надо пробовать обязательно. Я думаю, куда-нибудь в Индию отправиться, а потом еще и вечером фильм «Ганди» пересмотреть 82-го года. Вот так вот. Или подключиться к камере пять углов. Возможно. А куда бы ты отправилась в онлайн-путешествие? Ну как, с Таньком? Вдвоем! Я вообще-то одна собиралась. Ну в онлайн-то я могу себе позволить поехать одна? Нет, я жив онлайн. Примерно мою историческую родину. Я же сейчас не могу слетать в Армению вживую, а так могу включить камеру и оказаться там. Кстати, в моем родном городе Ванадзоре есть камера. Иногда я включаю и смотрю, что там на площади творится. А мы знаем такой город, Ванадзор. Кто-то там был. Мы продолжаем радовать вас, наши телезрители, своими шутками, полезностями и новостями. И, конечно же, мы не забываем про тех, кто вынужден этот день отмечать дома. Долгожданный день в году, день рождения. Диана, кого сегодня поздравляем? Поздравляем мы сегодня Водянова, потому что 16 апреля древние славяне всегда праздновали его именины. И что касается знаменитостей, сегодня родился известный шоумен и телеведущий Иван Урган. Ему сегодня исполняется 42 года. Кстати, Иван отлично выглядит. Правильно говорят, что лучшее средство от старости это чувство юмора. В 46 лет исполняется астрологу и телеведущей Василисе Володиной. С помощью звезд она поженила немало сердец любящих. Поздравляем ее и желаем крепкого здоровья. А еще в этот день, в 1889 году, родился человек-легенда, суперзвезда эпохи немого кино, актер, сценарист, режиссер Чарльз Чаплин. Ребята, я тут поняла, что у нас с вами каждое утро доброе, потому что у нас есть живое общение, ну, живое онлайн-общение, и плюс интересные гости. И сегодня вместе с нами утро встретит Фарид Арсланов. Он уже на связи. Доброе утро. Как раз вопрос к вашим тренировкам. Фарид, вы действующий спортсмен. Расскажите о том, как самоизоляция повлияла на ваш режим. Что-то изменилось? Я стараюсь каждый день посвящать определенное время тренировкам, чтобы держать себя в тонусе, чтобы после выхода со всей этой ситуации не чувствовать себя громоздким, большим и непонятным. Обычно в той форме, в которой я привык. Саня, у тебя есть вопрос к Фариду? Да, у меня, как у громоздкого, у меня вопрос есть. Да нормально. Большие люди, они добрые, хорошие. Мне не всегда нравились. Да, мы потому что бегать и драться не умеем. Вот и все. Главное, бегать быстро. У меня вопрос, как на самоизоляции силу духа поддержать. Вот что прям интересует меня очень сильно сейчас. Я, наверное, думаю, что больше всего сейчас меня поддерживает чувство ответственности. Потому что, если я еще упаду духом, то очень много людей, за которых я несу ответ, за кого я в ответе, они, глядя на меня, тоже могут опустить руки. Это ничем хорошим не закончится. Ну и, соответственно, занятия спортом, они очень помогают в этом. Хорошая музыка, друзья, с которыми общаешься. То есть, общение ни в коем случае не прерывается. Да, оно просто перешло немножко в другой формат. А так, что по-прежнему, да. Парит, у вас там шведская стенка, различный спортинвентарь. Может быть, вы нам покажете парочку каких-то упражнений интересных? Очень хорошо при самоизоляции, если есть медля ТРХ. Вообще, шикарная вещь. То есть, для медля ТРХ вы можете заменить практически любое упражнение, которое вы делаете в спортзале. То есть, можно менять по высоте, по длине, там, как угодно, да. И вы можете делать те движения, которые вы обычно делаете на каких-то станках, вы делаете при помощи крыльев. Там, и отжимания, и разведения, и различный самый французский сжим, и все остальное. Все, что делается на различных тренажерах. А без фаруса не скучаете? Слушайте, вот не надо давить на больницу. Конечно, скучаю. Потому что, ну, все-таки движение даже по большой квартире не заменит даже на 50% то, что происходит на кайте. Хорошо. Парит, мы желаем вам успехов, отличных тренировок дома. Спасибо вам, что встретили это утро с нами. Счастливо! И вам огромное спасибо! Пока-пока! Ну и двигаемся дальше. Благодаря этому человеку мы не пропускаем ни одного яркого онлайн-события. И сегодня ему есть чем нас удивить. Саня, не томи душу, выдавай обзор. Не томи, не томи. А можно я тоже буду супер-корреспондентом? Нет, все, занято. Подожди. Я возьму тогда мега-корреспондента. Нет, нет. В общем, есть три варианта, что предлагаю посмотреть. Вариант номер один. Лучшенная версия группы Сплинн. Британцы из Radiohead поддержали популярное нынче дело и стали выкладывать свои концерты в сеть. Ежедневно. О, ежедневно. Еженедельно. Каждую неделю с четверга на пятницу в полночь группа выкладывает на своем YouTube-канале концерты прошлых лет. Уже можно посмотреть в свободном доступе концерт в Дублине в 2000 году. Мы делаем это, пока не будут сняты ограничения или же пока у нас не закончатся концерты. Вот примерно так написала группа в своем Instagram-канале. Может, это немножко и забавно прозвучит, но я открыл для себя новый вид спорта. Это называется все паркур пятнашки. Это прикольно. Официально это называется внимание спортивные салочки. Их придумал обычный британец в 2015 году. Он играл на площадке детской со своим сыном и решил разнообразить догонялки различными препятствиями. Спустя два года это стало профессиональной дисциплиной. Цель простая потратить как можно меньше времени на то, чтобы запятать противника. Ну а если же концерту или спорту вы предпочтете историю, тогда вам поможет Леонид Парфенов. На канале Парфенон уже появилась первая часть анонсируемого еще несколько месяцев назад очередного мини-сериала. После цикла про русских евреев Леонид Геннадьевич предлагает зрителям окунуться в мир русских грузин. Первая часть посвящена царской России и временам СССР вплоть до 1939 года. Вот такое разнообразие у нас на сегодня. Отлично. Спортивные салочки звучит заманчиво, но у меня сегодня по плану дочитать книгу. Ваня, какие у тебя планы на день? Так, у меня всего... Я сегодня буду преподавать режиссуру онлайн, режиссуру как создавать правильный видеоконтент и видео вообще. вот. Отличный план. Диана, а ты как скоротаешь кинёк? А я планирую обучаться режиссуру онлайн. Ребята, может, вам надо совместить это? Так, нормально, онлайн, приходите, подключайтесь, всё, всё, это доступно. Ясно. Ну, а для родителей и деток мы предлагаем поучаствовать в конкурсе детских поделок приуроченному ко дню победы. нужно сделать поделку или рисунок, который будет посвящен 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Затем сфотографировать, выложить в Инстаграм с хэштегами и отправить этот пост в директ в Инстаграме tv21live. Победители получат подарки. Ну, а вся подробная информация на сайте tv21. Друзья, самоизоляция это не повод унывать. Это самое время воплощать свои необычные идеи, а также учиться смотреть на этот мир любящими глазами. Берегите себя и своих близких. Всем пока и до новых встреч. Пока-пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok